Всем привет девочки и мальчики, на связи Руслан Захаркин, канал Захаркин Крипта. Чуть-чуть попью после тренировки и мы начнем обсуждать важную тему. Просто немножко угорел, жаркий сегодня день, но не менее жаркая тема. Смотрите, те, кто смотрят мой канал, прекрасно понимают, что я являюсь сторонником божества под названием диверсификация. Я ни в коем случае не храню все яйца в одной корзине и всем так рекомендую. Во всяком случае, мне это очень сильно в жизни помогло еще с 2018 года. Если вы сторонник такой же теории, то вам очень повезло. Если вы сторонник другой теории, ну что же, тогда не говорите, что я вас не предупреждал. История заключается в следующем. Сейчас очень сильно ударили по призм. Именно негативный фон, что это лохотрон, пирамида, говно, что здесь нельзя заработать. Это, короче, какой-то криптомат, но только в обратную сторону. Парамайнинг это вообще какая-то непонятная вымышленная история. И она, ну очень сильно, вот эта вот повестка дня влияет на тех, кто хотел бы зайти в криптовалюту призм. Кто уже здесь, кто-то выходит, кто-то заходит, кто-то мимо ушей пропускает. Адепты говорят, что все хорошо, негативщики говорят, мы же вам говорили. А я говорю, давайте сейчас обсудим мифы и правду. Это очень важно. Сначала поговорим про правду, о которой говорят разоблачители. То есть есть факты, с которыми очень сложно спорить. Реально есть факты. И давайте пройдемся по самым основным фактам. Ну, во-первых, криптовалюту призм создали сетевики-мммщики. Это правда. Вы не знали? Алексей Муратов, это же бывший мммщик, да. Он же там Мавроди продвигал и прочие темы. И его друг Денис Пушилин, который сейчас ДНР возглавляет. Но об этом мы поговорим потом. Это вообще тема отдельно, потому что об этом почему-то разоблачители не говорят. Поэтому если говорить о первой, как бы, да, такой проблеме, о которой говорят, да, разоблачители. Вот, мммщики создали, это действительно так, да. Но я людей по чужим, как бы, по другим проектам не сужу, потому что призм это отдельный проект, ммм это отдельный проект. Кстати, заранее извиняюсь за то, что здесь какие-то посторонние шумы, как я уже говорил, да, в разных видео, в том числе и в этом. Я нахожусь на стройке, у нас тут реновация, надо контролировать переселение. Я старше по дому у себя. Так что надо, в общем, тут всегда находиться. Поэтому, да, мммщик, да, безусловно. Вот, мы это все знали. И у меня даже был конфликт с Муратовым, когда я писал книгу в феврале 2020 года «Криптовалюта призм за работы сегодня». Я там скинул ему почитать, мне нужно было разрешение его, во всяком случае, письменное. Но он так и не дал. Ну, что-то мне дал, короче, но не то, что я просил. Я имею в виду разрешение. Я написал там следующие строки, что кому, если призм не нравится, если там какое-то прошлое, создатель не нравится, тогда не надо туда и заходить. И он мне такой пишет, ну, раз вам не нравится мое, как бы, прошлое, тогда призм не для вас. И обиделся, и в фейсбуке меня заблокировал. Это чистая правда. Вот то, что я сейчас рассказываю, это чистая правда. Потом ВКонтакте я ему объяснил ситуацию, что не надо так было горячиться. Он мне дал согласие, используйте, но писать, типа, я ничего не буду. Ну, письменно. Я такой, хорошо, окей. И в итоге книга вышла, кстати, вот она вот здесь где-то, или вот здесь. Нет, все-таки, наверное, вот здесь, да. Поэтому посмотрите вот здесь, в этот экран, точнее, в эту часть экрана, и обязательно покупайте. Потому что, если вы хотите узнать о призме максимально подробно, не от адептов и не от негативщиков, а именно от агностиков, например, от меня. Это самая лучшая книга. Она, по сути, единственная, кстати. Есть еще какие-то книги, но именно правда, и причем не раздутая, это буквально на пару часов чтиво, а может быть даже на час. Вот только вот у меня вот именно вот объективность какая-то есть. Так что, ну, первый вопрос разобрали. Кстати, ВКонтакте он меня тоже удалил, я остался в подписчиках, но он меня не забанил. Поэтому связь с Муратовым у меня какая-никакая есть, а точнее была. С точки зрения вот именно таких, знаете, типа друг по переписке. Едем дальше, что говорят. Закрыт код параманинга. То есть на гитхабе нельзя посмотреть полный код криптовалюты призм. Черт побери, и здесь разоблачители право. Действительно, часть параманинга закрыта. Многие говорят, что из-за этого криптовалюта призм лохотрон. Давайте подумаем. Тогда бы нас не было на биржах. Да, на этом, на ходбите мы, кстати, есть. На бинансе нас нет. И говорят, что типа мы на говнобиржах находимся, а на бинансе нас никогда не будет. А может быть, нам и не надо там быть. Может быть, 60 битков не та стоимость, чтобы платить за листинг. Есть биржи, которые действительно бесплатно листят. Есть биржи, которые листят за один биток, за два битка. А 60 битков можно и в развитие куда-то отправить. Но факт остается фактом. То есть у нас действительно закрытый код. Почему код закрыт? Самое логичное объяснение, чтобы не скоммуниздили. То есть вот эта технология парамайнинга, вот эта маленькая часть кода, которого нет исходного, ее специально держат для того, чтобы не было вот этих вот криптовалют однодневок. Если завтра, вот как Майоров говорил, я в принципе с ним в каком-то плане согласен. Если завтра открыть код, у нас будет призм 1, призм 2, призм 3, жопа 4, лохотрон 5. Вы сами понимаете, да, очень много будет криптовалют, которые эту технологию скоммунизят. Дальше что они говорят? Курс призм упал и не поднимается. Мне стыдно признаваться. Но так оно и есть. Пока что курс реально туда-сюда, туда-сюда, но в районе 2,4 центов он как-то вот так вот выживает. Это на момент записи видео. У нас сегодня 5 июня 2020 года. Но вы это посмотрите, скорее всего, уже 6 июня. Не знаю, изменится ли сильно курс. Но 5 числа он вот такой вот. Действительно он очень сильно скачет. Там 2, 3, 4 цента, потолок 5. Бывают просадки, бывают какие-то просветления. Но в целом он в районе 1,5-3 рублей на момент записи видео. Он вот так вот скачет и не поднимается. Блин, это правда, с этим даже спорить смысла нет. То есть графики здесь не врут. Дальше что еще говорят разоблачители? То, что у нас есть адепты. Блин, мне вот за это еще больше стыдно, чем за предыдущее, как бы, да, мое высказывание. Но адепты у нас действительно есть и хватает. Но проблема в том, что кто-то считает, что на адептах держится призм. Нет, призм держится на обычных инвесторах. Адепты это, можно сказать, лидеры, которые свято верят только в призм. Они даже и меня не смотрят, меня хейтят. Говорят, что типа, вот, диверсификация это зло. Давай-ка только призм. А сами, наверное, имеют и другую криптовалюту. Я уже об этом говорил и разоблачал этих людей. Ну, ладно, адепты, а не адептами. Жалко, что есть такие люди, которые не рассказывают две стороны одной медали. Что у призма есть и плюсы, и минусы. Потому что, как в любом деле, в любой жизни, на любой работе, и у любой жены, или у мужа, у любого, да, есть как свои плюсы, так и свои минусы. А теперь мы, дорогие друзья, ну, я думаю, что основное мы уже разобрали. То, что разоблачители говорят, и что является правдой. А теперь то, что разоблачители ни в коем случае не говорят. Про технологию парамайнинга, например. Потому что она действительно уникальна. Это первая крипта, которая придумала такую технологию. Раньше такого не было. Раньше вообще вот proof of stake, вознаграждение за подтверждение доли владения, такого вообще, ну, в принципе, не было. Было только вот это вот proof of work, вознаграждение за действие. То, что, допустим, майнинг ферму сделал, и биток тебя вознаграждает, и эфир тебя вознаграждает. Есть же сейчас слухи, что эфир хочет перейти на proof of stake. Но когда еще он перейдет? Это, конечно, криптовалюты, мастодонты, биткоины, эфир, а все остальное это альткоины. Ну, блин, я не знаю. Посмотрим, реально посмотрим. Но то, что технология уникальна, действительно, раньше такого не было. Еще говорили, что призм проживет только год. Да ни хера, вот, выкусите. Призм, это моя первая криптовалюта, с которой я имел дело. Я имел дело практически, ну, не могу сказать со всеми криптовалютами, но с теми криптовалютами, которые на слуху. Там, трон, эфириум, биткоин, призм, что еще, декс, дэш, биткоин, кэш, блин. Да, у меня много было криптовалют, и сейчас какие-то криптовалюты есть, но я не буду показывать там свои кошельки, не буду говорить, где живу. Это никому не нужно. Привет Майору, потому что как-то он наболтался, ты к нему приехали, все отдал. Ну, вот и все, Юрий, поэтому не надо рассказывать и понтоваться, сколько у кого денег, типа приезжайте, поговорим, это никому не нужно, потому что это никому не нужно, кроме вас. А когда вы кого-то разозлите, конечно, к вам могут приехать и все забрать, поэтому лучше не стоит, как бы, какие бы мы крутыми не были, спайдермен нам не поможет. Поэтому я действительно считаю, что призма может прожить еще больше, просто в конце видео я уже, ну, тогда уже объясню немножко ситуацию и план действий по спасению призм. Но то, что призм живет уже более трех лет и, ну, в какие-то моменты процветает, в какие-то моменты загнивает, это правда, вот. Так что, блин, разоблачители об этом не говорят, а надо говорить, а я вот говорю. И, наверное, что еще сказать самое главное, а нет, подождите, самое главное на потом. Разоблачители специально говорят, что здесь есть только несколько тысяч адептов, ну, максимум 10 тысяч человек или десятки тысяч человек, которые живут на постсоветском пространстве, преимущественно в России и в Украине. Кто пользуется призм? Это наглая ложь. Действительно, в СНГ есть последователи призма, люди, которые туда инвестируют, но на деле нас по самым скромным подсчетам около миллиона, а на мой взгляд, на мои подсчеты примерные, я же общаюсь с людьми, вижу сколько запросов, более миллиона человек владельцы криптовалюты призм. Более миллиона. Вы только вдумайтесь. Это страны СНГ, 15 бывших советских республик, включая Россию, Украину, там, Казахстан, вот это вот самые страны-мастодонты. Это Восточно-Западная Европа. Это США, это Мексика, это Африка и страны Азии. Например, Таиланд и Камбоджа. И Китай. Вот еще. Это реально есть такие запросы, можно это посмотреть в интернете, не верите, посмотрите. И примерно вот количество более миллиона человек. Ну зачем так врать, что нас всего лишь 10 тысяч инвесторов? На самом деле нас намного больше. И самое главное, о чем вообще никто не хочет говорить, ни один разоблачитель. Почти что три года призм реально кормил десятки, а то и сотни тысяч людей. За счет параманинга, за счет партнерки и за счет постоянного колебания курса. То доллар, то 50 центов, то потом опять 70, но все равно параманинг, еще до паратакса, он действительно был очень выгодным. Поэтому пулы и начали создаваться. Пулы это и тоже зло как бы, да? Реально зло. Ну считается, типа вот, мы отходим от основной идеологии. Но кошельки тогда типа не приносили много. И пулы за счет своего вот большого параманинга, за счет командного параманинга, это же доверительное управление. Там вы своими деньгами не распоряжаетесь монетами, а в кошельке распоряжаетесь. Но из-за этого у нас очень маленький процент был. Так вот, пулы реально сделали хорошую популярность. И люди начали приходить в 19-м году. Это бум был. Сейчас, конечно, пулы уже в упадке, но я, например, в одном пуле нахожусь, и он меня устраивает. Это SpaceBot на базе компании B-Team. Там и BTT, и криптовалюта BIP, и как раз криптовалюта PRISM. Там мультивалютный кошелек, это здорово. И свои кошельки, конечно же, у меня есть. И основной кошелек. Я тоже людей активирую, там стараюсь развивать в том числе то, что было еще по идеологии PRISM, как это говорится. У меня есть свои кошельки, есть SpaceBot, и мне на данный момент этого достаточно. Я в других пулах не участвую. Так вот, PRISM реально и меня кормил. В 18-19 год. И в 20-м он тоже приносит деньги. Реально приносит. Но за счет паратакса и за счет снижения процента, да, парамайнинга, мы, конечно же, начали получать меньше. Но почему люди не говорят о том, что PRISM реально кормил людей? Почему разоблачители об этом не говорят? Почему никто об этом не говорит, кто негативщик? Я об этом говорю. Это правда, и сейчас кормят, но не так хорошо, как было, допустим, в 19-м году или в 18-м. Ну давайте, ладно, про 19-й поговорим. Там реально кормили. Мы собирали парамайнинг. Конечно, что-то мы как раз на биржах продавали, либо в обменниках. А что-то мы в маркетплейсах обменивали на товары и услуги. Я тоже какие-то услуги делал за PRISM. Это правда. Я снимал какие-то ролики, например. Я писал тексты за PRISM, когда курс был 50, 60, 70 центов за монету. Даже когда 40, даже когда 35. Потом я, конечно, стал брать фиатом. Но в целом я тоже принимал оплату в PRISM, потому что я считаю, что если монета не имеет практического применения ликвидности вот такой, то она нахер не нужна. Я тоже старался ей пользоваться. Сейчас, конечно, ликвидность немного потеряна, но все возможно. Еще кое о чем не говорят. Вот вспомним давайте Дениса Пушилина, товарища Алексея Муратова еще по тем прошлым бизнесам, скажем так. Сейчас Пушилин глава ДНР, а Муратов у него там что-то возглавляет. И вы думаете, что верховный наш в Российской Федерации, наш верховный, вы поняли о ком я говорю? Отлично. Хорошо, что понял. Не знаю, что такое PRISM, да знает он все. Там у нас в правительстве знают, что такое криптовалюта PRISM. Поэтому я как раз и петицию создал против запрета криптовалюты на территории Российской Федерации. Потому что ее в основном как раз поддерживают призмачи, которые хотят продолжить владеть своими кошельками и хотят, чтобы PRISM наравне с рублем был нашей платежной системой. Хотя бы здесь, внутри страны, внутри Российской Федерации. Если что, у меня паспорт РФ. Не знаю, из какой страны вы меня смотрите, но я думаю, всем это актуально будет. Поэтому почему об этом тоже не говорят? Если глава ДНР скоро, возможно, запустит PRISM как тоже свою основную валюту. Они же там ее тоже двигают, просто там еще страна бедная. Но вполне возможно, что Муратов протолкнет там, в отдельно взятой стране. ДНР это страна целая, если кто-то еще не понял. Хоть она много где не признана, но на деле это же страна. Блин, меня аж жажда прям замучила. Невероятно. Офигеть. Так что у Пушилина с Муратовым большие, конечно, планы на PRISM. Если они в отдельной стране сделают ее национальной валютой, ждите ее и в других странах. В любом случае, будет принят закон о крипте. Не будет принят, хотя они сейчас перебываются. Нет никакой уголовной ответственности, ничего не будет. Никаких штрафов, все хорошо. Главное, налоги платите. Но я дочитал этот законопроект, который сейчас от цифровых финансовых активов. 127 страниц. Охренеть. Там такое написано. Мама не горюй. Спать не будете неделю. Поэтому лучше петицию подписать и на стол президенту. Надо помочь Владимиру Владимировичу Путину разобраться в ситуации. Сказать, что цифровую экономику нужно развивать. А наоборот, вот эти вот гайки не нужно закручивать. Это не нужно. Самое главное в России, это какую-то стабильность сделать. И криптовалюта может сделать эту стабильность. Просто ее нужно развивать. Вот такая вот история отца Григория. Я вам рассказал всю правду. Я ни в чем не соврал вам. Вот каждое мое слово, оно от души идет. И оно идет от сердца. Вот то, что вижу, то и говорю. Есть разоблачители. В чем-то они правы. В чем-то они не правы. А где-то они откровенно мандят. То есть обманывают. А я бы не хотел, чтобы они обманывали. На мой взгляд, что сейчас поможет призм? Это приток новых инвесторов. Лучше западных и восточных. Дальше. Программа дарения. Если вы кому-то активируете кошелек, пришлите ему от 1 до 200 монет призм. Кто-то может 1 прислать, кто-то 50, кто-то 100, кто-то 150, кто-то 200. У кого какой кошелек, кто насколько щедрый. Потому что человек поймет, вот да, призм, понятно. А как купить? А где обменять? И он пойдет на биржу, будет там покупать. Будет откуп, будет спрос. Будет спрос, будет предложение. Будет предложение, будет взлет. Я надеюсь, что вы поняли эту простую систему. Отлично. Едем дальше. Сделать по минимуму пулов. Оставить несколько пулов и все. А говнопулы нужно убрать. Потому что они действительно... Многие скамятся, как, например, валят призм. Многие ведут себя как-то непонятно. Например, потом скажу, может быть, в следующем видео. Но есть, короче, пулы, к которым есть большие вопросы. Поэтому, конечно же, надо потихоньку возвращаться к своим кошелькам. Тогда, во-первых, только вы будете иметь доступ к ним. А во-вторых, у вас не будет болеть голова, сколько проработает пул. Вот и все. Так, и еще есть одна методика. Я уже о ней говорил. Если кто-то хочет скинуться, можете как раз пожертвовать либо в монетах призм, либо в другой криптовалюте, либо в фиате. Давайте, в том числе, мои ролики переводить на иностранный язык хотя бы титры. Потому что переводчику надо платить. Потом за монтаж тоже надо платить. Допустим, если монтаж могу еще я сделать. Но текст нужно переводить и за текст нужно платить. Я из своего кармана один платить не буду. Если кто-то поддерживает эту идею, напишите в комментариях плюсики или скажите, что я готов принять участие, посильно предоставить монеты там или скинуть, пожертвовать денежку. Ни в коем случае не принуждаю. Ни в коем случае. Видео носит информационный характер. Жертвовать как раз на эту историю денежку или криптовалюту или нет, это личное дело каждому. Это пожертвование, оно носит добровольный характер. Еще раз говорю, видео информационное. Я не призываю заходить в призм. Выходите из призм, делайте что хотите. Самое главное, пожалуйста, отличайте правду от лжи. Потому что ложь сейчас настолько вот таких вот масштабов, что мама не горюет. Если вы хотите постоянно вот так вот, чтобы вам лапшу на уши вешали, тогда смотрите либо адептов призм, либо негативщиков. Если вы хотите получать объективную информацию, достоверную, грамотную, то смотрите мой канал за харкен крипта. Я надеюсь, что буду услышан. Надеюсь, что мои меры помогут росту призм, чтобы те люди, которые потерялись за счет курса, все-таки отбили бабки, вышли в плюс и дальше оставались в призм, получали профит. Потому что даже сейчас все равно есть парамайнинг. Потом в 2021 году, безусловно, паратакс 99% скорее всего будет. Будет выгодно форжить. Там уже будет совершенно другая игра. И нам нужно уже перестраиваться. Нам нужно понимать, что такое нода, как ее установить, как там блоки делать. Но сейчас, если кто-то не хочет заморачиваться, понятное дело, парамайнинг и партнерка это наши самые верные друзья. Я не считаю это рифоводством. Ни в коем случае. Нет. Что такое партнерка и что такое лидер, который аккумулирует вокруг себя людей? Я уже такое видео делал. Обратите внимание на мои прошлые видосы. В том числе и прямой эфир я для Ева Эксперт проводил. Когда вы делаете чат, обучаете людей, инвестируете в них свое время, свои деньги, если вы активируете кому-то кошельки, это должно немножко вознаграждаться. А вознаграждается это не в прямой какой-то выплате на тебе за работу, спасибо, а в партнерке какой-то процент просто получаете и все. Он не грабительский, он небольшой. Вот, на липтон, кстати, это не реклама, просто пью. Так что рифоводы, не рифоводы. Слушайте, это партнерский бизнес, это принцип сетевого бизнеса, это MLM как бы, это многоуровневый маркетинг. Если кто-то еще не понял, кто-то еще, я прошу прощения за слово, не вкурил. Есть криптовалюта и есть сетевой бизнес. Просто его решили вот так вот совместить и теперь всем хорошо. Ну, нехорошо тем, кто не разобрался, типа, вот, я что-то не разобрался, у меня денег нет, команду не знаю, как строить. Смотрите мои ролики и вы все узнаете. Либо вообще не влезайте в этот бизнес. Колхоз, как и инвестиции, это дело добровольное. Пожалуйста, сначала изучайте информацию, а потом уже принимайте свое собственно взвешенное, аргументированное решение, заходить в какой-то проект или не заходить. Если вам понравилось мое видео, пожалуйста, поставьте лайк, сделайте репост, подпишитесь на мой YouTube-канал Захаркин Крипта, поставьте где-нибудь здесь колокольчик, чтобы не пропустить новое видео и напишите свое аргументированное мнение по поводу правды и мифов, которые окутали криптовалюту призм. Это единственный вопрос, который у нас сейчас стоит на повестке дня. Второй вопрос. Хотели бы вы двигаться в моей команде? Если да, пишите мне в Telegram. Все ссылочки в описании, ну и здесь где-то титры будут. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok